...всех вопросов, так что, если что, записывайте, пожалуйста, в чате пишите, будем разбирать, максимально постараемся ответить на все ваши вопросы. Начинаем. Итак, любой свадебный букет начинается с такого момента, собственно говоря, он должен соответствовать габаритам невесты, ее внешнему виду и, безусловно, свадебному платью. Итак, соответственно, первый разговор с плавистом всегда начинается с того, купили ли вы себе свадебное платье. То есть, если купили свадебное платье, давайте либо будем смотреть его фотографии, либо вы мне опишите общий декор и стиль данного платья, и, исходя из этого, мы будем подбирать вам букет. Общие рекомендации, которые, в принципе, можно по этому поводу высказать. Под пышное или расшитое стразами платье, которое богато смотрится, лучше выбирать более простой букет, без особых цветовых контрастов, без особо большого количества каких-то аксессуаров, то есть, максимально простой. И, наоборот, простые, гладкие свадебные платья, скажем так, классика жанра, они будут хорошо сочетаться со сложными, яркими, богатыми букетами. Также необходимо учитывать возраст невесты, то есть, если невеста молодая девушка, то, соответственно, более стандартный вариант, как мы рассматриваем, более нежные цветы, с вкреплением ярких. Если это невеста уже все-таки дама в возрасте, такое тоже бывает, то есть, ей можно предложить какие-то более яркие, активные цвета, это будет смотреться всегда более интересно. Хотя, опять-таки, в этом плане, помимо вашего мнения и общих критерий, важное, конечно, мнение и желание самой невесты. Вот как вариант, допустим, видите, более, платье достаточно расшитое, хотя относительно простое, но при этом букет достаточно богатый в плане цветового решения. Вот, ну и невеста, вы же видите, то есть, как бы она не выглядит совсем такой юной барышней. Опять-таки, классический вариант букета, то есть, платье, вы видите, здесь расшитое, сейчас, секундочку, то есть, вы видите, да, платье расшитое, достаточно богатое, и относительно простой букет небольших габаритов. То есть, вполне тоже интересный вариант. Дальше, критерий, который еще нужно учитывать. Для невесты небольшого роста подойдет круглый и короткий букет. Удлиненный или каскадный букет будет идеальным выбором для высокой и стройной невесты. Ну, я думаю, это понятно. И, как бы, общие правила. При подборе размеров букета используются правила соответствия. То есть, миниатюрная невеста, миниатюрный букет. И, наоборот, более крупная невеста, желательно, более крупный букет. В примере есть варианты картинок. То есть, вы видите на первой картинке барышню устроенную, да, как бы у нее средних размеров круглый букет, который по цветовому решению перекликается с лентой. Вот, вроде как бы ансабль завершен. И, видите, еще одну картинку, где есть барышня. То есть, как бы барышня достаточно крупных размеров. Есть вариант, что просто, как бы, барышня в положении. Вот, но букет у нее, при том, что у нее сделана очень интереснейшая в плане дизайна целая композиция в руках, но габариты этой композиции достаточно небольшие. Соответственно, ну, немножко есть вот такое ощущение какого-то выделения, да, то есть, как будто бы мелкая эта композиция, она подчеркивает крупизну данной дамы. Поэтому, как бы, желательно этого избегать. Желательно все-таки выбирать букет в данном случае более пышный, да. Либо, допустим, какие-то варианты каскадов, да, букетов. То, что будет свисать, то, что будет слегка прикрывать собой, саму невесту. Это будет более рационально. Дальше. При подборе растительного материала всегда надо учитывать сезонность наличия тех или иных видов цветов и растительных элементов. О чем разговор? Разговор о том, что невеста может прийти и сказать, я тут хочу посреди зимы ромашки или еще что-нибудь. То есть, как бы, вы всегда должны оценить, насколько вы можете реально выполнить ее заказ в плане самих растений. Вот. То есть, летний период, понятное дело, он благоприятен в плане букетов, потому что очень много уличной, как бы, зелени, да, которая не продается в цветочных магазинах. Соответственно, можно сделать какие-то букеты более интересные, более необычные. То есть, как бы, это все интересно и здорово. Зима в этом плане не дает нам такого количества живых растений, живой зелени, да, но она дает нам возможность пофантазировать в плане других элементов декоративных, которые могут стать дополнением к букету. В качестве примера вы видите вариант такого летнего букета, да, причем абсолютно натурального, с разнотравья, и вариант типично зимнего букета с большим количеством декоративных элементов вообще неживого плана. То есть, как бы, ну, здесь, как в очке хлопка, это хотя бы, как бы, растительный, натуральный вариант, но уже высохший. Вот. Здесь есть палочки корицы прикрепленные, здесь есть искусственные элементы, да, всевозможные, которые заполняют общее пространство и дают общее ощущение такого типичного зимнего букета. Вот. Также еще при подборе целомного цветочного материала нужно учитывать немаловажный фактор, как реакцию цветов на окружающую среду. О чем, собственно говоря, речь. Речь о том, что, особенно в зимний период, некоторые растения теплолюбивые не выдерживают морозов. То есть, как бы, они-то, в принципе, любые растения не будут выдерживать мороз, но, к примеру, в минус 5 роза в букете, она просто замерзает, стекленеет, но остается в своей форме и относительно своем цвете. Вот. К примеру, тот же букет из орхидеи, то есть, как бы, орхидеи, они, как вы знаете, цветы очень теплолюбивые, и они просто банально при минутном контакте с морозом становятся прозрачными и обвисают, и, соответственно, внешний вид букета теряется колоссально, то есть, восстановить это невозможно. Причем мороза хватает буквально, вот, там, выйти с машины до дома, до подъезда, то есть, как бы, у невесты и так далее. Соответственно, то есть, в ЗАГС уже невеста попадает с испорченным, подпорченным, точнее, букетом. Это надо учитывать и, то есть, как бы, в зимний период стараться использовать те цветы, которые максимально хорошо выдерживают пониженные температуры. Если, опять-таки, невеста очень хочет именно вот такой вариант цветов, тогда надо с ней этот вопрос обсудить, то есть, как бы, либо этот букет надо будет привозить конкретно к ЗАГСу или там к месту росписи в помещении, так, чтобы он всю остальную часть церемонии находился в адекватном состоянии. Ну, в общем, как бы, либо все-таки отговорить ее от этих цветов в замену других цветов, то есть, обсудить эти вопросы более серьезно для того, чтобы вы себя показали как флориста, да, адекватный, и невеста при этом осталась довольна своим букетом после прохождения свадьбы. И еще такой момент интересный насчет подбора элементов, на что хотелось обратить внимание. Видите, допустим, в данном букете очень умело использованы листья девичьего винограда, причем покрасневшие. То есть, это такие варианты, которые можно в природе взять только осенью, причем достаточно короткий период времени. Соответственно, если у вас есть возможность использовать какие-то природные элементы, которые вот свойственны конкретно данному времени года, с удовольствием их используйте, поскольку они четко подчеркивают и вот время года свадьбы, то есть, на любой фотографии будет понятно, что к чему и как. Вот, и придают определенную изюминку, которую невозможно, к сожалению, придать, используют сугубо только продаваемые растения, флористический срезной материал. То есть, как бы, вот это вот такие индивидуальные моменты, которые задают тон букета и показывают мастерство и умение выявить из природы какие-то красивые элементы, то есть, мастерство флориста фактически. Так, дальше. Но, собственно говоря, формы свадебных букетов. Мы сегодня рассмотрим только наиболее востребованное, потому что, на самом деле, форм свадебных букетов очень много и с каждым годом их появляется все больше. То есть, какие-то стили, какие-то нюансы, каждому какому-то нюансу начинают придавать определенное свое название и так далее. То есть, мы коснемся самого основного, и, может быть, какие-то, если у вас будут вопросы, мы их постараемся рассмотреть и разобрать. Вот. Ну, что еще, наверное, хотела сказать по поводу форм свадебных букетов. В принципе, при том, что появляются какие-то новшества, да, и они могут быть там весьма интересны и так далее, но основные, наиболее востребованные формы всегда – это то, что проверено временем, то, что, скажем так, имеет какую-то классическую основу, и то, что в плане функциональности использования букета, то есть, как бы, достаточно реально проверено временем. То есть, те букеты, которые удобно носить в руках, те букеты, которые не пачкают платье, грубо говоря, те варианты букетов, которые сохраняют достаточно длительный период свое декоративное качество, то есть, это то, что является залогом хорошего настроения невесты и, собственно говоря, мастерством флориста. Итак, классический вариант круглого букета. Причем круглый букет, он вмещает в себе несколько понятий. Может быть, вариант действительно типично круглого букета, да, шарика такого, а может быть, вариант половинки сферы, причем в разных апостасиях, как бы, в большей части или меньшей части. То есть, в данном случае, вот в этом букете, вот здесь, вот внизу, есть манжетка из листьев, да, и фактически букет имеет форму полусфера. Но, тем не менее, если его сфотографировать вот отсюда, вот сверху, да, то он будет смотреться круглым. Собственно говоря, так очень часто фотографы делают, делают интересные фотографии за счет разных ракурсов букета. Дальше. Некой разновидностью круглого букета, но более плоскостной, являются два вида букета, причем эти букеты до нас дошли еще с нескольких веков назад, то есть, как бы, ну, они остались в качестве таких модных тенденций, их можно использовать, хотя не могу сказать, что они имеют прям бешеную популярность, но, тем не менее, вариант бидермейера, вот, вы его видите. Собственно говоря, суть в чем? Суть в том, что букет круглый, но плоскостной, это, я думаю, так видно. Он может быть с каркаса, может быть без него, но в данном случае, вы видите, каркас есть. И у нас вариант расположения кругами материала, то есть, как бы, с последующим уменьшением каждого круга, вот, и контрастами между нашими кругами, то есть, это обязательный вариант. То есть, ну, классический такой вариант бидермейера. Дальше. Букет в стиле Виктория. Он тоже более плоскостной, то есть, он может быть более выпуклым, может быть менее выпуклым, как бы, и основной момент букета Виктория в том, что в нем может использоваться максимально два вида цветов или вообще делаться только из одного вида цветов. При этом зелень, конечно, использоваться может. То есть, как бы, это основное отличие букета, допустим, Виктория от бидермейера, потому что в бидермейере там может использоваться невообразимое количество разноплановых материалов, то есть, как бы, это только ваша фантазия вас может ограничить. Дальше. Букет Водопад. Вот. Вот, собственно говоря, во-первых, хочется немножко прояснить момент по букетам. Очень часто у нас идет название каскада букета. Так вот, каскада может, в принципе, называться как букет-водопад, так и букет-капля. Вот. Сейчас мы попробуем разобраться в принципиальной разнице между тем и тем вариантом букета. Я думаю, что, как бы, для вас эта информация будет очень полезной. Итак, букет-водопад предполагает наличие каких-то струящихся элементов. Причем это может быть зелень с вкраплениями цветов или вообще чистая зелень. Это может быть наличие цветов. То есть, как бы, опять-таки. И длина этого водопада может разниться в зависимости от пожеланий невесты, от ваших каких-то творческих моментов, да, от финансовой стороны вопроса. Ну, вот вы видите, допустим, достаточно длинный водопад. Единственное, что стоит отметить, что очень длинные водопады в традиционном нашем понимании свадьбы, когда у нас там невеста разъезжает в машине с женихом в ЗАГС, там, допустим, или на выездную роспись, а потом еще куда-то фотографироваться и так далее. То есть, ну, он очень сильно затрепывается. То есть, если предполагаются какие-то такие машинные переезды, то водопад должен быть средней длины, потому что иначе нижнюю часть просто можно банально потерять в процессе переезда. Вот. Если, допустим, съемка идет стационарная, то есть, вот в одном месте приехали жених с невестой, у них здесь и фотосессия, и роспись, и потом торжественная вся часть, то без вопросов, конечно, можно делать любой длины водопад, он в любом случае будет в адекватном состоянии. Дальше. Ну, и вот на что обратить внимание, как бы в букетах-водопадах обязательно в нижней части, то есть, находятся несколько каких-то элементов декоративных, вы видите, да? Вот здесь четко видно на этом букете. Ну, и здесь, в принципе, тоже видно, что есть несколько элементов, которые вниз доходят, доходят до низа. Дальше. А вот букет капля, который тоже иногда называют каскадом. Но букет капля обязательно заканчивается каким-то одним элементом. Либо это будет зелень, либо это будет цветок. Вот. И имеет в конечном итоге более строгую форму капли. Причем, опять-таки, длина капли может разниться. То есть, может быть более короткая капля, может быть более длинная. Это зависит от ваших желаний, от желаний невесты, от роста невесты. То есть, как бы, если девушка компактная, то, понятно, ей захочется более компактную капельку сделать. Если будет девушка высокая, то однозначно можно удлинить каплю, это будет только красиво смотреться. Но при создании букета капли, особенно, когда мы вниз ставим самую крайнюю точку, цветочек, есть одно правило, которое флористы очень часто либо специально упускают, либо забывают об этом сказать. Очень важный момент, это этот первый цветок, он должен быть закрытым. То есть, вы видите, допустим, здесь вот четко видна линия, продолговатая капля. Мы на крайней точке видим закрытый цветок, максимально закрытый. И здесь вариант неправильного построения букета, поскольку раскрытая роза в самом низу, она меняет форму капли. И, собственно говоря, вот эту вот систему такого ощущения стекания плавного цветов, она просто рвет эту идею и портит внешний вид букета. Поэтому обратите на это внимание. Соответственно, если вы ставите вниз цветок, или, допустим, там уже вот, как в данном примере, розу, и понимаете, что в течение дня она может банально просто раскрыться, то для ее фиксации желательно использовать какую-то декоративную тонкую проволоку, то есть, как бы просто банально завязать и аккуратненько привязать, закрепить узелки проволоки вот в районе чашелистика. Это позволит просто зафиксировать сам бутон и не давать ему возможности раскрываться более чем, как бы вы считаете нужным в данном случае. Дальше. Букет-скипетр. В принципе, он подразумевает собой наличие длинной ножки. Хотя, опять-таки, длина ножки будет зависеть от роста самой невесты и от ее пожеланий. Собственно говоря, к букету-скипетру можно отнести еще и вариант гламелии. Вот в данном случае вы видите вариант гламелии, сделанный с достаточно длинной ножкой. Опять-таки, длина ножки здесь варьируется. Почему не выделяю отдельно букет гламелию, как таковой, как стилистику? То есть, при том, что букет выглядит очень интересно, очень респектно, но клеевая техника, которая, собственно говоря, в которой создается данный букет, она не подразумевает длительного хранения этого букета. И обычно вот такого букета с нормальным внешним видом хватает на 2-3 часа, не более того. То есть, для традиционного варианта свадьбы, ну, не очень хорошо. То есть, как бы в конечном итоге, в конце фотосессии обычно он просто листья, лепестки явно подведает, в общем, как бы букет теряет внешние свои качества. Соответственно, то есть, как бы, если, допустим, есть желание сделать просто отдельную фотосессию с букетом, то такой вариант вполне адекватен, вполне реальный. То есть, как бы, вот букет привезли, сразу отфотографировались, там, 2-3 часа на фотосессию, все. Если, допустим, это традиционный вариант свадьбы с выкупом невесты, с заездами туда-сюда-обратно, то букет гламелия, ну, в основной массе не доживает до конца дня, то есть, как бы, и не подходит. Хотя это, конечно, мое субъективное мнение, то есть, как бы, может быть, у кого-то были другие жизненные опыты, но по факту, то есть, как бы, честно, допустим, с чьей-то свадьбой рисковать в основной массе все-таки флористы не хотят, и такие эксперименты ставить с центральной частью, вот, декоративной, цветочной, то есть, свадебным букетом особо никто не хочет. Дальше. Как варианты скипетра, но более такого нежного, то есть, допустим, опять-таки, у нас есть форма скипетра, да, мы видим, но тонкая ножка, она подразумевает уже какую-то такую вот легкость данного букета. И, опять-таки, как интерпретация букета скипетра, то есть, у нас идет круглый букет, у которого есть длинная ножка в виде хвоста. То есть, когда невеста держит такой букет полностью в руках, он тоже дает форму скипетра. Вот, ну, как вариация. Дальше. Необычные такие варианты. Это стилизованные букеты в форме сердца, веера, муфты, шарика и так далее. То есть, очень много вариантов. Опять-таки, в зависимости от того, какой букет, там разные техники исполнения. Вот. Это все такая интересная гамма, это все для неординарных невест, то есть, как бы, которые готовы на такие шаги. Вот. Но всегда это смотрится более интересно, более нестандартно. И, конечно, и на фотографиях, и, допустим, там, в записи где-то это всегда будет выглядеть более интересно, чем, допустим, обычный стандартный круглый букет. Тем не менее, хотя, как бы, не всегда получается уговорить невесту на какой-то вот такой вот эксцентричный выпад в плане флористики. Дальше. Есть еще вариант необычных букетов, которые не связаны непосредственно с цветами, но, тем не менее, флористы тоже их делают. Это изготовление букетов из каких-то подручных средств. Ну, классический вариант, допустим, с лент сделанные какие-то цветы, да. Вот вы видите вариант розочек с лент. Очень частый вариант из пуговиц. Интересные варианты с букетов, с всевозможных бусин. Вот, ну а там дальше, возможно, варианты с проволоки, букеты и так далее. То есть это уже там креативные флористы, пожалуйста, могут творить все, что хотят. Самое главное уболтать невесту на такой вариант. Но, тем не менее, это есть. И, в принципе, можно обыграть очень интересно, сделать красивые, интересные букеты, необычные, неординарные. Самый главный плюс таких букетов в том, что они, в принципе, не вянут, в том, что морозы им не страшны, солнце. То есть, как бы, в плане погоды они весьма универсальны. Далее. Наверное, самое интересное, в принципе, для вас, это техники изготовления букетов. Сейчас мы вкратце пройдемся по основным техникам, постараемся немножко их разобрать. Итак, букет на собственных стеблях. То есть вариант, когда, в принципе, мы берем наши цветы, складываем их в основной массе, это идет либо спиральная техника, как здесь показано, да, где там плотно просто заматывается ножка, вот для того, чтобы цветы не ерзались. То есть они здесь, вот в данном месте сматываются технической лентой. Возможно, даже вариант такой заматывания в двух местах здесь и здесь где-то технической лентой. Дальше техническая лента декорируется у нас уже какой-то декоративной лентой. Плотно все закрепляется и нижняя часть подрезается. То есть, как бы, вот так. Либо это, допустим, идут классический вертикальный вариант построения букета. То есть, как бы, опять-таки, тоже низ мы плоско обрезаем. И точно так же перевязки чаще всего, если ручка заматывается достаточно длинная, то идет две перевязки технических. Опять-таки, насчет ручки. Почему ручка заматывается достаточно длинным таким, длинным полотном? Вопрос в том, чтобы, когда невеста берет букет, то есть, как бы, вот этого зажима ручного, ей хватало, то есть, как бы, чтобы руками она не цепляла цветы, не трогала их, сами стебли цветов. Вот, на это обратите внимание. Собственно говоря, смотрятся букеты, с одной стороны, просто, с другой стороны, изысканно. Самый главный минус таких букетов, это то, что в процессе свадьбы цветы не получают питания, от питания, как бы, влаги, да, никакой. И из-за этого могут достаточно быстро завять. Соответственно, то есть, как бы, на подобного рода букеты очень часто берут цветы каллы, да, как вот здесь показано, то есть, потому что они достаточно длительный период могут находиться без воды и при этом не показывать недостатка влаги. Вот, могут использоваться, но, опять-таки, фрезия тоже какой-то период выдерживает это состояние. Розы очень мало используются. Почему? Потому что роза после часа нахождения без воды начинает явно привидать. Вот, если, допустим, есть потребность сделать такого плана букет, желательно взять цветы, с которых вы собираетесь этот букет делать, и банально, вот, поставить их в вазочку без воды и посмотреть, какой период времени они смогут выдержать в адекватном внешнем состоянии. То есть, если это меньше пяти часов, то с таких цветов букет делать нежелательно. Даже при, как бы, допустим, вариантах предварительной напитки этих цветов консервирующими веществами, то есть, ну, не факт, что они смогут выдержать весь объем свадьбы. Хотя букеты очень интересные. Вот вариант, допустим, тоже а-ля свадебный букет в таком природном стиле, да, и он явно спиральный, четко видно, что он в спиральной технике собран. И здесь еще есть каркасик небольшой, такой натуральный. Дальше. Наиболее распространенный вариант создания букета – это букет на портбукетнице. Вот она, наша портбукетница. Ну, это техническая портбукетница, классический вариант. Бывают еще декоративные портбукетницы, но с точки зрения очень многих факторов, и финансовых, и декоративных, в основном используют вот такие вот технические портбукетницы. Итак, на портбукетнице можно сделать очень много вариантов букетов. Можно сделать классический круглый вариант букета. Можно сделать вариант букета капли. Вы видите, он сбоку, как раз четко показано, видно и ножку, и сам букет. В данном случае вариант букета такого жезла, да, с тоненькой ножкой, мы тоже имеем здесь вот портбукетницу, которая либо потом удлиняется технически, либо, допустим, покупается под данный вариант жезла или скипетра, покупается заготовка, и просто-напросто, то есть она закрепляется на портбукетнице вот здесь вот на ножке. Точно таким же образом используется. То есть плюс, самый главный плюс букета на букетнице, это то, что цветы у вас продолжают напитываться влагой, и, соответственно, период их декоративности значительно удлиняется. Вот. Какой нюанс в данном случае? Вопрос в том, что цветы просто вставляются в оазис, соответственно, мы их не закрепляем жестко на проволоке. На проволоке может закрепляться только вот эти нижние цветочки, допустим, выступающие элементы. Основная часть цветов просто вставляется в оазис. Соответственно, поставить ее надо таким образом, чтобы у вас цветы не шатались, и при опускании букета вниз головы, потому что невесты периодически это делают все-таки, вот, у вас цветы не выпадали. И еще момент, который надо учитывать, если, допустим, при транспортном перевозке букета на бортбукетнице, если букет сильно трясется, особенно это часто бывает, если, допустим, его нет возможности вести в руках, и приходится перевозить там в какой-то емкости, то он опять-таки тоже может раструситься, и цветы могут начать выпадать. То есть, как бы, учитывайте это и перепроверяйте лишний раз, чтобы не было таких неприятных казусов. Вот, собственно говоря, ну, это такие вот нюансы, минусы. Еще один минус, который стоит учесть, букет на бортбукетнице достаточно тяжелый всегда по весу. Вот, поэтому все стараются, если делать букет на бортбукетнице, то все-таки небольших габаритов, то есть, чем он меньше, тем, соответственно, вес его будет меньше. Дальше. Использование закрепленного оазиса. Собственно говоря, оазис можно использовать в разных вариациях, но самый классический вариант – букет-шарик, или просто где-то шарик декоративный. То есть, как бы, мы можем взять обычный оазис, заготовку уже шарика, да, сферы, либо можем взять, если небольшие габариты, можем сами вырезать, тоже такой вариант возможен. Очень частый вопрос, да, если у нас нет технической сетки, которая, в принципе, как бы, возможно, то есть, фирма Оазис изготавливает вот такие вот пластмассовые крепежи, которые защелкиваются, которые одеваются на шарик, да, съемные. Но вопрос в том, что не всегда их можно купить, да, или, допустим, нет возможности сейчас поехать купить, а срочно надо сделать вот такой вот шарик. Можно использовать варианты, как показано здесь на картинке, обычной сетки технической какой-то, да, или декоративной, которую мы обвязываем вокруг нашего шарика, вот, и выводим наверх. В данном случае для того, чтобы закрепить ленточку, и чтобы она у нас не оттянула вес вот здесь вот, потому что вес достаточно большой получается, все-таки Оазис со цветами, чтобы здесь она у нас не вытянула вот эту вот крепежную часть, что мы делаем? Мы проволочку заводим аж отсюда, протыкаем полностью весь наш Оазис, и выводим сюда, внизу на проволочке, либо проволока заводится полностью, как бы шпилькой такой двойной, да, либо делается просто загиб крючочек, и заводится по максимуму, чтобы крючочек наш стал здесь в Оазис. После этого здесь с проволоки, с технической делается петелечка, за которым мы уже можем цеплять ленточку. В таком варианте, в принципе, крепеж достаточно надежен, то есть как бы на шарик у нас ленточки не выпадет. Какие-то другие варианты закрепления, то есть как бы когда у нас просто подвязывается вот здесь вот сама ленточка, могут быть какие-то проблемы в плане того, что оттянется сама сетка, или, допустим, все-таки выпадет здесь какой-то крепеж и так далее, то есть как бы учитывайте этот момент, и обращайте внимание на, продумывайте точнее ваш крепеж до того, как вы поставите цветы, потому что с цветами потом делать крепеж достаточно проблематично. И варианты, опять-таки, использования оазиса. То есть как бы букеты веера, которые идут с цветами, то же самое вот здесь вот в этой части у нас устанавливается оазис, то есть вы его вырезаете по форме нужной вам, и, собственно говоря, закрепляете, опять-таки, тоже при помощи тех же ленточек и так далее, то есть в зависимости от вида веера, там много вариантов закрепления, но суть именно в том, что здесь можно использовать именно оазис. И еще варианты букетов, которые имеют какую-то основу декоративную, но в данном случае у нас есть ракушка, в которую тоже, опять-таки, вставляется оазис, и уже из этого оазиса выводится зелень и цветы. То есть тоже вариант использования просто уже вырезного оазиса без четкой формы. Дальше, клеевая техника. Клеевая техника подразумевает использование специальных флористических клеев для цветов, которые не портят внешний вид цветка и, собственно говоря, лепестков, точнее даже, и при том, что не портят внешний вид, хорошо их склеивают, надежно. В клеевой технике делается вот наша замечательная гламелия. Опять-таки, есть еще некоторые, используют понятие разомелии, но это уже все-таки производные, то есть как бы основное название самой техники создания такого букета – гламелия. Поэтому мы будем использовать конкретно вот его. Дальше. В клеевой технике с тех же живых лепестков можно создавать вот такого плана веера. Вот, то есть это все смотрится достаточно интересно. И, в принципе, в клеевой технике можно создавать нижние части водопада, то есть как бы просто приклеивать на, допустим, зелень какие-то лепестки. Это тоже будет смотреться интересно. Основной минус, опять-таки, в том, что наши лепесточки недолговечны, и, в общем-то, длительный период они выжать не смогут в таком состоянии. То есть как бы это все-таки кратковременные декоративные элементы. Хотя весьма интересные и необычные. И, в общем-то, это такая техника, которая позволяет флористу проявить какую-то свою фантазию в большом количестве, в большом объеме. Дальше. Проволочное закрепление цветов, причем стейпированием и без него. О чем речь? Допустим, вы здесь видите вариант такого букета в виде стилизованной сумочки. Вот. У нас есть каркас технический, да, как бы с добавлением веточек, и на него прикреплены цветы. Причем цветы в данном случае, основная масса стеблей, они выходят вот отсюда, вот здесь вот ручечка сделана. Вот. И доходят сюда до, как бы, по окружности. Но для того, чтобы уложить красиво эти цветы, так, чтобы они смотрели так, как нам надо, мы, естественно, их будем приматывать проволочкой. Но при этом будем использовать декоративную проволочку, которая будет только подчеркивать красоту нашего букета и никоим образом не будет его как-то портить. Вот. А в этой зоне чаще всего цветочки будут затейпированы, и после этого на них, на тейп уже наложена декоративная лента в качестве ручки. Вот. Но есть еще варианты. Когда мы используем именно тейпирование самих цветов. В чем суть? Мы можем использовать такую технику. Мы берем наши цветы. Ну, в данном случае вы видите орхидеи, но, в принципе, это можно делать с любыми цветами. Вот. Укорачиваем стебли, да, им, нашим цветочкам. Вот. Продеваем проволочку через цветы по классической технике скрепления цветов. Вот. И дальше каждую проволочку тейпируем при помощи тейпа. И потом уже тейпированные вот эти вот хвостики мы собираем в единый пучок, тейпируем еще раз их, и после этого мы уже декорируем нашу ручку финишно, финишно, как бы, какой-то лентой. В чем плюс такого букета? Плюс такого букета в том, что он легкий. То есть можно, опять-таки, тот же, допустим, там, вариант букета шарика создать, но более легкого, чем в традиционном варианте спортбукетницы. Вот. Цветы всегда можно поправить в любую сторону. То есть, как бы у нас здесь есть проволока, она гнется замечательно. Вот. Минус, опять-таки, в том, что цветы, даже при том, что они тейпированы, все равно не будут длительный период времени сохранять декоративность. То есть со временем начнут вять. Хотя, если, допустим, делать такой букет чисто из окхидей, то, допустим, ну, фаленопсисы, они выдерживают где-то 5-6 часов нормально, без вопросов, без благи. А цимбидиумы, как здесь показано, они могут выдерживать и в более длительный период, не теряя своих декоративных качеств. Поэтому они, в общем-то, вполне, как бы, подходят для подобного рода букета. В принципе, интересная техника. Единственный нюанс еще, это очень трудоемкий процесс, потому что пока каждый цветочек зацепируешь, пока зацепируешь все вместе, то есть процесс идет длительный. Вот. Хотя, с точки зрения профессиональной флористики, то есть, как бы, в большинстве случаев в каждом букете даже зелень считается, что нужно укорачивать и трепировать. Но не могу сказать, что, как бы, все флористы этим пользуются, тем не менее, правила такие, как бы, есть. Дальше. Для наглядности мы сегодня с вами посмотрим, как изготовить букет, классический круглый букет на порт-букетнице. Вот. И рассмотрим некоторые варианты технические, которые, как бы, на котором сейчас, с которым сейчас будем разбираться. Итак, изготовление свадебного круглого букета с имитацией натуральной ножки букета. Для чего, собственно говоря, нам это нужно? Ну, вот, допустим, ситуация, невеста очень хочет букет с натуральными ножками и очень хочет его из роз. А на улице жара, 35 градусов, и вы понимаете, что розы эти быстро начнут вянуть. И у вас задача, значит, удовлетворить пожелание невесты, да, сделать ей красивую длинную ножку букета натуральную, и при этом, чтобы розы сохранили свои декоративные качества в течение максимально целого дня, насколько это возможно. Тогда нам что? Нам надо идти на хитрость и, в общем-то, делать так. Розы отдельно, ножки отдельно, но все вместе мы это собираем в букете. Итак, для нашего букета что нам понадобится? Розы, нам понадобится в данном случае хризантема крашеная, нам понадобится зелень для оформления букета, тут у нас несколько видов аспарагусов, и веточки замиокулькаса. Нам понадобятся ягоды, в данном случае это живые ягоды, молодые, недозревшие, боярышника. Тейп у нас есть, у нас есть ленточка, у нас есть декоративная проволока, у нас есть техническая проволока и портбукетница. Препарат Флора Лайф, который показан, это, в принципе, препарат, который продлевает жизнь цветов. То есть, как бы, есть препараты в порошке продаются такие, которые можно разводить водички и напитывать портбукетницу. Есть препараты, которыми можно просто вот опрыскивать с распылителя. То есть, как бы, об этом можете почитать дополнительно в интернете, но на свадебных букетах, особенно на бутанилке, конечно, я стараюсь, допустим, лично для себя, я стараюсь использовать такие препараты, потому что они продлевают жизнь цветам и успокаивают нервы флориста по данному вопросу. Итак, первое на первое. Мы тейпируем тейпом ножку портбукетницы нашей. В принципе, с учетом того, что ножка портбукетницы будет закрыта, можно использовать тейп любого внешнего вида в плане цвета. Обычно, с чего начинают, ну, во всяком случае, мне так удобнее работать, вы там каждый для себя подберете тот вариант, который наиболее оптимальный под вашу руку. То есть, я начинаю тейпировать ножку именно вот отсюда. То есть, накладываю один слой тейпа, потом разворачиваю тейп, аккуратненько накладываю второй слой тейпа, прижимаю это все хорошо пальчиком и после этого провожу тейпом еще в круговую первый слой. Обычно этого хватает для того, чтобы закрепить тейп в нижней части. И дальше тейпирую уже по другую саму портбукетницу до самого верха. Не тейпировать портбукетницу, в принципе, возможно, но обычно потом материал по этой ножке достаточно хорошо ерзает, это не всегда удобно. То есть, если вы, допустим, в принципе, будете ножку портбукетницы декорировать в клеевой технике той же лентой, то можно и не тейпировать. Но если у вас тут будут какие-то растительные моменты, элементы, то лучше все-таки сделать тейпирование. По флористическим нормам тейпирование обязательно. Дальше. Нашу портбукетницу мы напитываем водой. То есть, опять-таки, размеры портбукетницы подразумевают какую-то небольшую емкость. То есть, это либо пиалушка, либо какая-то, условно, допустим, большая чашка, в которую удобно будет ее поместить для напитывания. Тем временем мы подготавливаем наши розочки. Нам нужны стебли от роз без листьев. Соответственно, мы полностью очищаем все наши стебли от листиков, вы видите, да, и от иголок, опять-таки, для того, чтобы наши руки не кололись. Вот, причем от иголок бывают розы более колючие, бывают менее колючие. То есть, как бы, ну, чистить надо идти и идти достаточно тщательно, чтобы потом не было проблем ни у вас при работе, ни у невесты при ношении данного букета. Дальше. То есть, как бы, мы отрезаем розочки на длине, вот, нужной нам. Но здесь обычно где-то идет сантиметров 5 в среднем хватает для букета. Ну, там плюс-минус, в зависимости от того, какого размера букет у вас будет. И какая высота самого бокала розочки. Вот, ну, опять-таки, здесь мы еще учитываем длину ножки, которая нам нужна для букета, чтобы, как бы, нам хватило длины нашей розы. Итак, обрезаем все. После чего розочку мы ставим отдельно в маленькую емкость, типа, там, какой-то чашки или пиалки, или маленькой вазочки, для того, чтобы она питалась водичкой. А тем временем мы занимаемся декорированием ножки. То есть, мы наши ножки, обрезанные от розы, вставляем в портбукетницу. Причем, заглубляем их настолько, чтобы они не вылазили здесь, с внешнего края, но при этом держались достаточно жестко. Вот таким вот образом. То есть, мы ставим их, и так по кругу полностью всю портбукетницу мы заполняем нашими веточками. После этого делаем перетяжку. То есть, перетяжку можно делать либо проволокой технической, либо можно технической лентой это тоже делать. То есть, опять-таки, каждый выбирает, какой вариант для него более оптимален. Единственное, что место при перетяжке проволокой всегда немножко повреждается. То есть, как бы, надо понимать, что эта перетяжка должна находиться там, где вы потом будете делать полностью оплетку из декоративной ленты. Но в данном случае, вот на портбукетнице есть как бы расширение такое, вы четко видите, где находится это расширение, и наша связка идет чуть ниже. Опять-таки, закручиваем жестко, чтобы ветки наши не уходили никуда. Излишки проволоки обязательно обрезаем. И обратите внимание, если вы делаете с проволоки, то обязательно надо делать, загибать вот этот вот хвостик в сторону цветов, в сторону портбукетницы для того, чтобы им нельзя было уколоться ни в коем мере. Дальше. У нас момент декорирования самой ножки. То есть, создание той основы, за которой будет невеста сама держаться. Смотрите, обратите внимание, ленточку я прокладываю в самый нижний ярус, в то месте, где у нас заканчивается портбукетница, вы это видите, да? Вот. И делаю первый узел, достаточно жесткий, для того, чтобы ленточка не ерзала. После этого у нас, получается, есть два хвоста, да, длинных. И мы начинаем их наматывать. Один хвост в одну сторону, а потом второй хвост пойдет нахлестом в другую сторону. Перекрестный такой нахлест, он позволяет сделать максимально жесткую оплетку, оплетку саму, и при этом позволяет потом удобно закрепить ленту наверху. То есть, для того, чтобы закрепить ленту наверху, когда у нас идет вот здесь вот небольшое расширение, уже лента сюда съерзывает. Это самый такой ответственный момент. Что мы делаем? Мы просовываем между вот одной или двумя палочками нашу ленту, хвост нашей ленты. Раз, просовываем, видно здесь четко, да? Как? И завязываем, опять-таки, двойным узлом нашу ленточку в месте расширения. Мне лично нравится делать в данном варианте, как бы вот первую часть ленты до момента расширения, да? Перекрываем крепеж. И дальше заматывать вот эту вот часть отдельной лентой. Таким образом, она меньше съерзывает вот здесь, вот в этом участке портбукетницы. Хотя, каждый подбирает свой вариант под свою руку, то есть, как бы это надо пробовать. Для того, чтобы верхний ярус ленточки у нас не съерзывал вниз, мы его можем завести вот за крепеж пластмассовый на портбукетнице. И опять-таки, сделать двойной узел, и после этого мы ленточки аккуратненько обрезаем ножницами, все лишнее, и начинаем уже дальше декорировать нижнюю часть. В данном случае у нас есть аспарагус омбулятус, то есть, как бы незаменимый вариант в свадебных букетах. Но, в принципе, вы можете использовать и техническую какую-то манжетку, и какие-то другие манжеты из более крупных листьев. Это зависит от вашего желания и от желания невесты. Дальше. Мы немножко добавляем более крупных элементов, и листья замиокулькаса нарезаем на такие небольшие фрагменты, после чего мы их вставляем в портбукетницу. Обращаю ваше внимание, что листья замиокулькаса бывают разные. Бывает ситуация, что у нас там лист крупный, и тогда приходится обрезать его не с ножкой, а без ножки. И даже здесь немножко укорачивать, где-то создавать такую небольшую ножку, вот так вот, и только после этого ставить его в оазис. Но это, опять-таки, индивидуальные моменты, надо их все рассматривать. Дальше. Ставим наши розочки. То есть, как бы, обращаю ваше внимание, каждый раз, каждую розочку, перед тем, как ставить ее в портбукетницу, мы обрезаем ножом пластическим, зачищаем немножко там на сантиметр где-то от верхнего слоя шкурки, и после этого устанавливаем нашу портбукетницу. Опять-таки, расположение роз может быть различным. Розы могут располагаться равномерно, где-то может быть вариант создания, допустим, точечных, то есть, как бы, где-то пространство заполнено больше розами, а где-то есть пустые пространства, которые мы будем заполнять другими цветами. Все зависит от общей концепции букета. Дальше. В данном случае мы используем крашеную хризантему, и габариты вот этих вот цветов у меня, допустим, не устраивали по всем критериям, то есть, мне нужно было цветы поменьше. Соответственно, я просто убрала краевые лепестки и таким образом уменьшила диаметр самого цветка. Вот. И после этого, то есть, опять-таки, каждый раз обновляя срез, я их ставила между розочками. Вот таким вот образом устанавливались, причем неравномерно, хаотично, то есть, как бы, цветы и бутоны, в том числе, тоже использовались. Далее устанавливались веточки аспарагуса шпренгера, точнее, кладоди его. Чем он интересен? Он дает интересный, более светлый цвет, такой, более нежный, зеленый. И веточки достаточно длинные, при этом ненавязчивые, то есть, их можно уложить по букету, в зависимости от того, как вы хотите и какая длина веточек. Единственное, что края вот эти вот, да, вот веточки, для того, чтобы закрепить их, нужно либо выводить здесь проволочку, то есть, при помощи проволочки закреплять, либо прятать, вот эти вот края хорошо запрятывать за розы вниз, для того, чтобы веточки не выпали. Вот, собственно говоря, мы установили наш аспарагус. Вот. Далее, мы добавляем несколько веточек, уже готовых наших, замякулькаса, просто в качестве поддержания вот этих нижних веточек. И готовим наш боярышник, незазревший. Собственно говоря, пронизываем его проволочкой, делаем крепеж, обрезаем на нужной нам длине, и потом устанавливаем точно так же в наш оазис. Собственно говоря, получаем вот такой вот вариант букета. Дальше, отрезаем декоративную проволоку, и добавляем некоторого такого вот блеска и лоска, который будет виден на фотографиях, то есть, мы просто-напросто переплетаем нашу проволоку между розами, не забывая при том, что края проволоки, кончики проволоки обязательно надо закреплять, то есть, как бы, чаще всего самый удобный вариант, это обматывать их несколько раз вокруг ножки розочки. Вот таким образом прятать. Вот. Собственно говоря, и обрезаем нижнюю часть наших веточек, подравниваем обязательно. После этого мы получили вот такой вот букет, который внешне выглядит, как будто бы у нас здесь вот букет на собственных стеблях, но по факту букет сделан на портбукетнице. Вот. В комплекте к данному букету шли еще бутоньерка и украшения на руку для свидетельницы, но, в принципе, опять-таки, это такой вариант, который кто-то хочет делать, кто-то не хочет делать, но в комплекте, если он идет, он делается с одного вида материала. Сверху букет выглядит полностью круглым, то есть, как бы, вы это видите на фотографии. С нижней стороны, вы видите, допустим, здесь есть ленточка, за которую удобно держаться, да, часть для руки. И, опять-таки, никакого оазиса, ничего мы здесь не видим, то есть, это все закрыто зеленью. Обратите на это внимание. Вот, вот такой вот вариант, комплект свадебный. Итак, это основная часть нашего вебинара, мы ее, в принципе, провели, а теперь ваши вопросы, давайте постараемся их разобрать, потому что я надеюсь, что вопросы все-таки будут. И, несмотря на то, что я старалась более-менее подробно объяснять какие-то нюансы, но, тем не менее, думаю, что не все будет понятно. Итак, смотрим наш чат, кто что пишет. Так, модератор нам дал записи вебинаров. Это частый вопрос, как посмотреть все остальное. Итак, что, вопросов ни у кого нету? Всем все понятно? Как вставлять каллы? Вы имеете в виду в порт-букетницу саму. Для того, чтобы вставить каллу, ее надо обрезать наискосок, по диагонали, вы поняли, да? Сам стебель. Но, опять-таки, честно, каллы достаточно тяжелые, и не могу сказать, что букеты с каллами используются в большом количестве в порт-букетнице. Чаще всего это тогда, если порт-букетница и каллы, это идут вкрапления каллы в основной массе цветов. И очень часто там дополнительно еще идут крепежи с проволоки. В зависимости от того, как укладывается калла, либо внутрь каллы загоняется проволока, либо, допустим, она просто где-то идет, как перемычка хвостиком, да, каким-то закрепляющим. И проволока эта параллельно закрепляется с другого конца на самой порт-букетнице за вот эти вот перемычки пластмассовые. Вот, потому что с каллами чаще всего все-таки букеты делают какие-то простые, либо это идет классика жанра вертикальные букеты, да, расположения, либо, допустим, букеты в стиле помпадор, которые односторонние, и они кладутся на руку. То есть как бы вот так. Либо, допустим, опять-таки, это какие-то креативные букеты, как мы видели в виде стилизованной сумочки или еще чего-то, где на основе просто она закручивается при помощи проволоки. Вот. Но калла без воды, в принципе, хорошо выдерживает, то есть она несколько часов нормально выдерживает, не показывая нехватки в питании. То есть как бы ее можно делать и вот так тоже. Так, как крепятся украшения для свидетельницы? Если вот тот вариант, сейчас мы вернемся к кадрику, как вот здесь вот, вот украшение для свидетельницы, вы его видите, да, здесь есть две ленточки. То есть, в принципе, можно просто завязать. В основе вот этого украшения для свидетельницы лежит такое устройство, как называется мини-дека. То есть маленькая такая штучка с небольшим объемом оазиса. Вот. И там крепежи, ушки такие сделаны, за которые можно ленточку закреплять. То есть мини-дека тоже внизу декорируется полностью, чтобы там как бы все было закрыто техническое. Но чем удобно? То есть как бы ленточка удобна тем, что вы можете завязать ее на любой объем руки, и она сядет достаточно жестко, не будет съекзывать. Можно делать проволочные крепежи, которые, ну вот сейчас на руке попробую показать, которые будут оплетывать вот так вот руку. То есть тоже достаточно интересно получается, красиво, декоративно, и проволоку можно зажать. Ну и проволока там идет декоративная, достаточно плотная такая, разноцветная. То есть как бы ее можно использовать. Есть еще, продается конкретно под мини-дека, сразу уже готовые браслеты. Вот. Ну во-первых, они не сильно декоративны. Во-вторых, они стоят дорого. И в основной массе, то есть как бы, особенно в нынешний период, когда вопрос идет о том, что надо сэкономить на всем, на чем можно сэкономить, то есть как бы, а ленту вы в любом случае закупаете для букета, хоть так, хоть эдак, то в основной массе дается предпочтение ленте или проволоке. Хотя, опять-таки, как бы, может быть вы какой-то свой способ подумаете и изобретете для закрепления. Самое главное, чтобы ваше украшение достаточно жестко крепилось на руке, и оно не съерзывало, не играло на руке, чтобы не выпадали цветы и не испортилось само украшение. Так. Вопрос, я так понимаю, по калам. Нагнутся ли стебли? Да, стебли у кал гнутся, но опять-таки, в зависимости от того, какая толщина стебля, потому что калы разные бывают в плане сорта, и у них длина ножки разная бывает, и толщина, размер самого цветочного бокала, то есть покрывала, разный. Поэтому там надо смотреть индивидуально, подбирать варианты, которые вас устроят конкретно в вашем творчестве, потому что где-то, допустим, очень хорошо смотрится маленькая кала, а где-то большая будет смотреться интереснее. Единственное, что, опять-таки, обращайте внимание, калы достаточно быстро раскрываются, покрывало свое раскрывают, особенно вот варианты с эфиопскими калами крупными, поэтому ее надо ставить в букет максимально закрытой, потому что она там буквально в течение нескольких часов начинает раскрываться. Вот эти новые сорта, более карликовые, компактные, вы их чисто внешне можете определить, там и различных цветовых красок, они так активно не раскрываются. То есть они более пластичные в плане флористики. Так, повод провести вебинар на тему «Необычные крепления цветов». Ну, в принципе, у нас, по-моему, были где-то в вебинарах, мы показывали вопросы крепления цветов, и рассматривался вопрос закрепления цветов, собственно говоря, в самих занятиях Ешка, да и в интернете есть по этому поводу информация, думаю, что при желании вы можете найти. Там на самом деле самые базовые идут позиции, а дальше вы уже начинаете просто пробовать это и понимаете, какой вариант под вашу руку более удобный. Потому что все равно каждый вырабатывает какую-то свою схему наиболее удобную, комфортную и быструю для него в плане работы. То есть тут уже смотрите. Ну, а там уже определяетесь. Единственное, что еще насчет клеевой техники хочется отметить, при том, что, в принципе, у нас в плане клея цветочного в основной массе идут товары фирмы «Оазис», вот, но там есть, допустим, несколько вариантов клеев. Есть клей, который водостойкий, есть клей, который и быстрого закрепления, а есть клей, который длительного высыхания, то есть там можно вроде как бы что-то поправить, да, вот, но он менее водостойкий, то есть он через время может, если на него попадает влага, размокать. Соответственно, то есть как бы в зависимости от того, какую вы там работу делаете, вы определяете для себя, какой вам клей в этой ситуации нужнее. Ну, обычно все-таки, если, допустим, вы уже набили руку, грубо говоря, на клеевую технику, то, конечно, все стараются закреплять намертво сразу, как бы, клеем, который быстро сохнущий. Вот, с ним работать получается удобнее. Ну, а если вот в момент вы только начинаете работать и вам хочется там где-то поправить что-то, то, конечно, можно попробовать клеи, которые более длительно сохнущие, чтобы было время вам там для каких-то исправлений. То есть почитайте по этому поводу внимательно и обратите на это внимание при покупке клея, допустим, если вы как бы захотите это делать, что вот есть такие нюансы. Потому что потом, если покупаешь, и уже как бы вот человек купил, он стоит недешево, и потом начинать понимать, что его это не совсем устраивает, и, в общем, как бы надо покупать другой клей. Или, допустим, разговор о том, что «А я вот там читал, что вот клей такой, а у меня свойства клея другие, что-то там не так с клеем». То есть как бы либо претензии к фирме, либо, допустим, претензии к продавцу. А, собственно говоря, просто есть нюансы, которые на упаковке клея там мелким шрифтом написаны. Поэтому обращайте на это внимание. Итак, у нас вопросы еще есть? Или все, я так хорошо рассказала, что у вас вопросов не осталось? Чем окрашены хризантемы? Хризантемы окрашиваются специальными красителями, но, в принципе, хризантему можно красить и пищевыми красителями тоже. Фактически берется обычная стандартная хризантема, которая продается в пачках, как бы вот голландский вариант. Вот. Разводятся красители в воде и ставятся на напитывание хризантему. То есть она там пару суток стоит. Опять-таки, в зависимости от того, какой нужен по интенсивности цвет, вы берете либо там больше или меньше красителя, либо как бы более длительный период оставляете ее на напитывание. Какой вариант, как бы вот каждый под руку себе выбирает сам. Но опять-таки, то есть если, допустим, вариант, что у вас нет возможности доступа к окрашенной хризантеме, тогда, безусловно, вам надо самим осваивать технику окрашивания. Если, допустим, у вас есть хорошие поставщики хризантем, то чаще всего окрашиванием занимаются они в своих холодильниках. То есть флористу остается только приехать, либо заказать какой-то конкретный цвет под себя, либо выбрать из готовых цветов, которые уже есть. Вот. То есть, ну, технически, в принципе, любую хризантему можно покрасить в любой цвет, который вам нужен. Во что макают цветок жениха, чтобы он не вял? Ну, опять-таки, я вам показывала вариант препарата «Флоролайф» фирмы «Оазис». Вот. Если насчет макают, то есть, как бы, цветы желательно и для букета, и для бутоньерки напитывать в растворе «Флоролайф» заранее. Там есть инструкция, и все понятно. Вот. Но сами еще бутоньерки желательно после того, как вы уже, как бы, сделали саму бутоньерку, готовы полностью еще сверху опрыскать самим этим препаратом. Единственное, что, обратите внимание, есть препараты на водной основе, но они сейчас превалируют, в принципе, в использовании. А первоначальные были еще спреи, они имели какую-то синтетическую другую основу, и на темных сортах роз оставляли пятна коричневые. Сейчас, вроде, как бы проблем с этим нету, то есть, как бы, в основной массе все говорят, что, вот, и я сколько пользовалась, то есть, как бы, в принципе, в наводной основе препараты не оставляют каких-то особых пятен. Единственное, что надо, чтобы цветы после обработки у вас, то есть, раствор впитался в цветы, они просохли, грубо говоря, от вот этих вот капелек при комнатной температуре. Потому что, если вы его помещаете в условиях холодильника сразу, могут остаться коричневые пятна, как вот от банальной воды, которая попадает, особенно, вот, на светлых розах, это часто бывает. Вот, но тут, как бы, моменты тоже попробуйте для себя. Препараты эти все, опять-таки, перечень, как бы, торговых элементов фирмы «Оазис» вы можете взять и почитать в интернете, а там уже дальше для себя определиться. Есть торговые представители, у которых это все можно заказать, и вплоть до того, что, как бы, вам товар почты придет без вопросов. Потому что во флористических магазинах такие вещи купить достаточно сложно. Ну, не всегда бывают, особенно, если, как бы, магазин небольшой. Вот, ну вот, вроде как бы ответила на все ваши вопросы. Я рада, что вам интересно, и вам спасибо большое, что вы были с нами. Так, если вопросов больше нет, то тогда, я думаю, что мы наш вебинар на сегодня заканчиваем. Я надеюсь, что вы получили какую-то новую информацию для себя и, собственно говоря, вдохновились. Вот, вдохновились на создание подобных вещей. На самом деле, ничего сверхсложного нет. Самое главное – начать осваивать данные техники. И потом творческий процесс будет с каждым разом все более интересным. Процесс технических моментов будет проходить с каждым разом все более быстро и легко. Вот, и вы, собственно говоря, будете расти в плане флористических идей и в плане технических аспектов. Итак, я вам желаю развиваться и творчески мыслить. Я вам желаю, чтобы все у вас получалось в ваших идеях и креативности вашей. Вот, рада, что вы были с нами. Всего доброго, хорошего вам вечера. Пока-пока.